В самый длинный день года в небе над Новосибирском можно было наблюдать солнечное затмение. Оно продолжалось чуть меньше двух часов. Луна закрыла нижнюю часть солнечного диска. За редким явлением следили астрономы в Новосибирском планетарии. Тема продолжится Неслав Блинов. А я ведь когда-то видел горы на Луне, вот при таком затмении. Для увлеченных людей астрономия — наука о счастье. Сотрудник Новосибирского планетария Андрей Никифоров наблюдает за звездами с шестого класса. Я фотографировал комету. Когда я посмотрел пару слайдов дальше, я увидел, что эта комета появляется во второй хвост. Он становится все ярче, а потом он угасает. И у меня получился такой маленький фильм из фотографий, который я сделал. Вот это для меня было такое событие, что даже подпрыгнул пару раз на улице от радости. Нынешнее затмение пришлось на день летнего солнцестояния. В следующий раз в Новосибирске такое событие произойдет только через 19 лет, в 2039 году. Наблюдение за Солнцем — опасное занятие. Линзы телескопа фокусируют солнечный луч большой температуры. И взглянув в окуляр незащищенным глазом, можно получить серьезный ожог. Поэтому для наблюдения используют либо фабричные фильтры, которые надевают на объектив телескопа, либо вот такой вот самодельный фильтр, который сделали ребята, которые занимаются в Новосибирском планетарии. Здесь солнечный диск как на ладони. Такие астрономические события дают богатый материал для исследователей короны Солнца. Полное затмение в Новосибирске видели в 2008 году и в следующий раз будут наблюдать только в 2061. Например, космонавты. Они могут всего лишь пальцем закрыть Солнце и увидят корону. Им не надо ничего, чтобы видеть ее. А мы с вами не можем, даже в телескоп ее, видите, на фотографиях она не получается. Нужно, чтобы что-то ее закрыло. Вот Луна является такой крышечкой, которая закрывает на время диска Солнца. Мы видим красоту. Главная гордость планетария – дети, которые занимаются в астрономических кружках. Победители и лауреаты многих международных конкурсов и олимпиад. В прошлом учебном году здесь занималось больше 800 ребят. В 2019 году, то бишь можно считать учебный год, мы заняли одно из призовых мест среди детей в международном фестивале полнокупольных программ. «Солнечно-системные проблемки» назывался мультфильм. Пока в ожидании открытия и пользуясь теплой погодой, в планетарии ремонтируют кровлю и готовятся к новым событиям. Ближайшие из которых – это августовский звездопад и ежегодный сибирский астрономический форум в сентябре. Станислав Блинов, Александр Егоров, Новости ОТС.